Игорь Салычев работает дома, создает сайты и занимается их продвижением. Рассказывает, с новыми правилами расширяется свобода выбора. Добавятся самые разные имена, вроде «Шахтер», «Лондон» и так далее. Однако по карману именное окончание только крупным компаниям. Зарезируются только юридические лица, крупные компании. Стоит это очень дорого, 185 тысяч долларов. И за поддержку еще каждый год надо будет оплачивать 25 тысяч долларов. Но обычный пользователь, естественно, это себе не сможет позволить из-за стоимости. Даже выложив такую сумму денег, гарантий, что домен откроют, нет, утверждает веб-студии. Заявителю нужно доказать, что он обладает законным правом на регистрируемое слово. Необходимо заполнить анкету и ждать от 9 до 20 месяцев. Сейчас процедура регистрации привычного домена проще, обойдется значительно дешевле. Для регистрации домена надо проверить, свободен ли этот домен, и дать заявочку в среднем, если это, допустим, домен КОМ, это порядка 100-144 гривен, если это зона КОМ-ЮЭ, это, может быть, 60. Именные домены нельзя будет продавать в течение 10 лет, рассказывают компьютерщики. Такое ограничение для борьбы с киберсквотерами, захватчиками самых популярных имен, которые этим зарабатывают. Они заранее выкупают домены торговой марки, которые после перепродают в десятки раз дороже. Там много вопросов возникает со спекуляцией, много вопросов с защитой прав этих доменов. Например, есть два Донецка, да, я захотел себе взять с Донецком, как могут себе россияне за тот же самый российский Донецк. В мае этого года регистрирующая компания обещает предоставить данные о заявленных пользователями названиях. Программисты ожидают, что первый набор новых доменов может появиться не ранее февраля 2013 года. Ася Панкратова, Руслан Новиков, Панорама. Продолжение следует...